Добрый день, дорогие коллеги. В методической школе Ефима Израилевича Пасова более 40 лет. Создать свою школу в науке удается немногим. Создать школу такого уровня – единицам. Его школа – это не раз и навсегда созданная выдающимся ученым концепция и некая группа последователей, исповедующих постулаты учителя. Это открытая система, продолжающая сегодня, после ухода ее создателя действовать и влиять на развитие иноязычного образования. В силу многокомпонентности и сложности этой системы в рамках короткого выступления трудно описать ее в полной мере. Попытаемся представить образ этой системы как уникального явления в российском образовании. Наука всегда должна опережать практику и тем самым освещать ей путь. Фундаментом школы, ее научной базой стала концепцией иноязычного образования, которая родилась не сразу. Впервые она прозвучала в 1993 году как концепция коммуникативного обучения иноязычной культуре в средней школе, а окончательно свое воплощение получила в 21 веке как концепция развития индивидуальности в диалоге культур. Это было не просто обобщение пройденного, это был шаг вперед в развитии отечественной методики. В концепции была сделана попытка обосновать новую цель иноязычного образования, развития человека духовного и новое содержание иноязычную культуру. Новая теория позволила разработать и новую коммуникативную технологию реализации цели и содержания. Одновременно разрабатывалась концепция высшего профессионально-педагогического образования как теория и технология формирования профессиональной культуры учителя. Целостность всех составляющих обеспечивала единая термина система, задававшая новую парадигму методических координат. Так начиналось строительство методической школы Ефима Израильевича Пассова. Конечно, рождалась концепция прежде всего в трудах Пассова, многие из которых до сих пор являются бестселлерами. Однако ученый говорил, эта концепция никак не могла бы родиться в голове у одного человека. Я говорю о людях, которые работали со мной. В 1971 году Пассов приезжает работать в Липецк. Ректор дал ученому полную методическую свободу. У нас методическая кустыня, вы сможете создать в ней методический оазис. Создавая этот оазис, ученый искал единомышленников, людей неординарных, увлеченных наукой. Центром деятельности становится кафедра, которую он возглавляет сначала немецкого языка, затем в 1979 году Пассов создает кафедру методики, а в 1994 осуществляется его давняя мечта – начинает работать кафедра профессиональной подготовки учителя иностранного языка. С самого начала из сотрудников, аспирантов, студентов Пассов буквально выращивает ученых, делая их своими союзниками через приобщение к активной научной деятельности. Обучение шло прежде всего на лекциях, где господствовало ее величество методика. Но как можно было не впитать Пассовскую методику, если лекции и семинары вел такой увлеченный человек, абсолютно уверенный в правильности своего подхода? Рассуждения, интересные примеры из практики, добрый юмор, доступность самых трудных научных рассуждений – все было в арсенале этого блестящего лектора. А как можно было не научиться вести уроки, если твоей педпрактикой руководил человек, способный сидеть с тобой и придумывать упражнения часами, а потом тоже часами анализировать твой урок? Он никогда не рукал, не повышал голоса, не насмехался над ошибками. Он учил. Это была действительно школа методической жизни. Обучение шло и на научных семинарах. Критик, прогресс, исследователь, эврика – их блестяще вел сам Пассов. В них участвовали и преподаватели, и студенты. Там обсуждались последние научные публикации, шло обучение анализу, написанию статей, велись острые споры по научным проблемам, молодые ученые делились своими открытиями. В этой потрясающей научной атмосфере жил весь факультет. Обучение шло и на конференциях, симпозиумах, семинарах различного уровня, которые задумывал, организовывал и проводил Пассов со своими соратниками. В 1978 году на базе кафедры методики совместной с ней школ Министерства просвещения РСФСР было проведено Всероссийское координационное совещание, где созданная Пассовым методическая школа признается перспективным направлением методической науки. А в 2015 году на базе Елецкого государственного университета ученый провел свой последний международный симпозиум «Методика как наука будущего», где определил перспективы методики 21 века. В разные годы участниками этих научных праздников были академики Леонтьев, Зимняя, профессора Ведаль, Гурвич, Китай-Городская, Миньяр-Белоручев, Рогова, Слободчиков, Старков, Склеренко, Скалкин, Солового, Сафонова, Тарева, Терминасова, Шатилов и многие другие ученые России и зарубежья. Благодаря Пассову и преподаватели, и студенты имели возможность встретиться с этими выдающимися научными умами, обменяться идеями, поспорить, порадоваться общению, а главное побывать в этом мыслительном, интеллектуальном пространстве, увидеть и масштаб проблемы на язычного образования, и свое место в этом трудном, но таком увлекательном процессе методических открытий. Результаты исследования отражались в научных сборниках «Коммуникативный метод обучения на язычной речевой деятельности и проблемы на язычного образования». Их редактором сначала был Ефим Израильевич, а потом его ученики. Эти выпуски до сих пор кладезь методических идей. Как говорил Гегель, теория – это тогда теория, когда она описана в деталях, а не только в общем. Ученики Ефим Израильевича в своих диссертациях, написаниях которых он руководил, разрабатывали разные аспекты его теории, шли в неизведанные области методики. Это ученые из Липецка, Курска, Сургута, Бреста, Витебска, Омска, Москвы и многих других городов. Забегая вперед, скажем, что под руководством Пасова написано и защищено около 60 диссертаций, и многие их положения вошли в концепцию. Студенты тоже не оставались вне школы. Пасов и его ученики разрабатывают ряд авторских спецкурсов по различным аспектам коммуникативной методики. Ефим Израильевич собирает уникальную библиотеку учебников и трудов великих методистов, которой мог пользоваться любой студент при написании статей, курсовых и дипломных работ. Причем работы тоже писались в русле концепции на основе педпрактики, которой руководит Пасов и его соратники. В научных сборниках регулярно появляются статьи студентов, будущих ученых. В разработку концепции включались все, кто попадал в научную орбиту Пасова. Так общими усилиями создавалась концепция открытая, доступная, системная, динамичная, универсальная, жизнеспособная, непротиворечивая, методологически обоснованная. Однако почивать на лаврах было не в характере Пасова. Являясь основателем школы, он не остановился в своих размышлениях в осмыслении собственного и коллективного научно-педагогического опыта. Он писал, на определенном этапе стало абсолютно очевидно, что вне научных исследований не может быть успешной профессиональной подготовки учителя. Без настоящей научной базы хороших учебников, без учителя-профессионала бессмысленно ожидать результатов от любых учебников. Без настоящих учебников методическая наука останется пустым звуком, а учитель без необходимых и достойных орудий своего труда. И все это должно быть направлено на острие цели, на ученика. Он называл эту систему квадригой, где системообразующим фактором является методика, как теория и технология иноязычного образования. Реальное воплощение этой системы началось тогда, когда в 1990 году на базе ЛГПИ приказом Министерства народного образования РСФСР был создан Российский Центр Иные Образования. Его работа была основана на трех взаимосвязанных программах. Первая – наука, программа дальнейшей разработки теории и технологии в русле концепции. Вторая программа – учебник, предполагала создание новых учебников, потому что на определенном витке разработки концепции стало ясно, что новая концепция должна воплотиться в новых учебниках, реализующих ее теоретические и технологические позиции. Такая работа под силу лишь коллективу, состоящему из рабочих звеньев, авторов и разработчиков разных уровней. Поэтому для реализации программы было создано еще одно направление методической школы – четыре уникальных кафедры учебников – английского, немецкого, французского и русского, как иностранного и неродного, где работало более 30 авторов, выращенных, выписанных Пасовым. В состав кафедр Пасов отбирает лучших преподавателей и выпускников вузов, приглашают специалистов, художников, программистов, методистов. Но авторами не рождаются, нигде не учат быть авторами. А Ефим Израевич этому учил. Во-первых, у него самого был уже опыт создания учебников немецкого языка. А во-вторых, он стал научным руководителем, соавтором и идейным учебникам всех учебников, создаваемых всеми кафедрами центра. И вместе с авторскими коллективами шел по неизведанным путям реализации теории в практике создания учебников. Центр фактически явился прообразом будущих НИИ в сочетании со своего рода конструкторским бюро по созданию новых подходов к созданию учебно-методических комплексов. Признание в Россию учебники получили практически сразу. По результатам известного конкурса НФПК все они стали победителями. Учебники всех кафедр входили, а многие и сегодня входят в федеральный пакет. Например, суммарный тираж английской линейки учебников на сегодня составляет более 35 миллионов экземпляров. Получили признание учебники и за рубежом. Третья программа центра – учитель. Она предполагала создание новой системы профессиональной подготовки учителя, которая смогла бы стать концептуальной моделью высшего профессионального педагогического образования РФ. Программа была вызвана к жизни тем, что Пасов и его соратники понимали – учебник останется непонятым, нереализованным и в результате невостребованным, если нет учителя, который сможет воплотить методическую систему посредством учебных пособий, созданных в рамках этой системы, управляющей всем этим процессом. Как действовала программа? Пасовым и авторам учебников по всей России проводились авторские семинары по новым учебникам. За первые 10 лет 21 века только авторами английских учебников в 72 регионах страны было проведено более 200 семинаров и мастер-классов. Когда появилась возможность использовать интернет, на платформе издательства «Просвещение» было проведено около 100 вебинаров. Их действенность велика. Сейчас каждый вебинар охватывает более тысячи точек подключения. Так, сотни действующих учителей, методистов, аспирантов, студентов вошли в орбиту Липецко-методической школы. Ефим Израилович вместе со своими последователями постоянно ввел курсы повышения квалификации для липецких учителей, а в последние годы еженедельные вебинары для учителей Сургута и Воронежа. Известно, что в последние годы учителям не хватает методической литературы, прежде всего методических журналов. И Пасов начинает выпускать ежемесячный журнал «Коммуникативная методика» адресно для учителей иностранного языка. В нем детально разрабатывались все технологические аспекты концепции. Учитель удавался конкретный материал по конкретным проблемам и темам. Рубрики вели соратники Пасова, а сам он не только выступал главным редактором, но и неизменно вел разделы. Позиция, методическая гостиная, наш толковый словарь часами сидел с художником, искал спонсорскую помощь. Четыре года неустанного труда и, как результат, благодарность учителей России. Идя в ногу со временем, представители школы большое внимание уделяли и дополнительному образованию. Особенно тесные связи установились с Центром Линго, Сургут. Было проведено невероятное количество лекций, семинаров, вебинаров, консультаций. В результате девять сотрудников, непосредственно работающих в русле коммуникативной методики, по учебникам созданной школы защитили диссертации. И Пасов, не шутя, говорил о том, что в Сургуте открылся филиал Липецкой методической школы. Это направление доказало, что разработанная им теория и технология наязычного образования жизнеспособна и в сфере дополнительного образования, и может способствовать его успешному развитию. Ефим Израильевич всегда говорил о том, что лучше обучать неготового учителя, которого, как правило, надо переучивать. Начинать нужно со студенческой скамьи. В 1994 году в рамках Центра по программе «Учитель» был создан факультет иноязычной культуры. Он не имел и не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом, ни по содержанию, ни по направленности, ни по организации учебного процесса. Об уникальности этого факультета можно рассказывать часами. Скажем коротко, в учебных программах реально воплотилось содержание иноязычного образования, заявленное в концепции. Культура. Иноязычная, лингвистическая, профессиональная, духовная, социальная, естественно-научная, физическая, эстетическая. Каждому из этих модулей соответствовали определенные предметы, факультативы, элективы, формы воспитательной работы и досуговой деятельности. Все это было системно разработало и все работало. Практика начиналась с первого курса. Она проводилась в классах учителей, работавших в русле коммуникативной методики, по действующим учебникам центра, под руководством методистов центра и авторов учебников. С первого курса каждый студент был включен в систему научной работы, а курсовые дипломы содержали результаты их научно-практической деятельности. Не случайно многие работы получили свое продолжение в диссертациях, а выпускники становились преподавателями факультета, вливаясь в методическую школу. Студенты участвовали и в создании учебников и учебных пособий, кстати, одной из специализаций была технология создания учебников иноязычного образования, то есть методическая школа изначально готовила себе смену. На факультете творила бал госпожа наука. Наукой и методикой жили все и всегда, и на лекциях, и на научных ресталищах, и на научных капустниках во время удивительных дней науки, которые открывались гимном коммуникативистов, написанным пасовом. Его распевали все от студента до профессора. После первого выпуска факультета на Всероссийском совещании деканов факультетов иностранных языков было признано, что в методической школе Пасова создана новая перспективная модель профессиональной подготовки учителя. Так заработала квадрига, действительно нацеленная на главный объект ученика, на вершину квадриги, то есть на достижение цели развития индивидуальности в диалоге культур. Ефим Израиле читал, что его гражданский долг внести свою посильную лепту в сохранение духовности русского народа и российского образования, а его долг как ученого-методиста утвердить статус методики как самостоятельной науки. И несомненный результат его поистине титанического труда всей его жизни созданная им школа – феномен российского образования. Это была действительно школа, которая развивала, учила, воспитывала, открывала новое, творила человека, то есть выполняла социальный заказ нашего общества. Тысячи выпускников этой удивительной школы трудятся в России и за ее пределами. В этом ее правота, в этом ее жизнеспособность, в этом ее перспективы и в этом ее будущее. А закончить свое выступление я хочу словами ее создателя – удивительного человека, ученого, учителя, мыслителя. Методическая школа – посредник между обществом, наукой, системой образования и учителем. Методическая школа – и часть того мира, в котором она родилась, и плод его, и его Созидатель. Методическая школа – это наша миссия в этом мире. Миссия, но не мессия, ибо она не очередной спаситель, скорее она – возможность. Как и любая школа, возможность стать для учителя профессионалом, а для человека стать человеком. Благодарю за внимание.